Российские войска могут наступать на Славянский и Краматорск с трех сторон, не только с севера и востока, но также с запада, с направления Барвенкова. Такие выводы сделал Институт по изучению войны. Аналитики также отмечают, что армия России накануне проводила ограниченные попытки наступления и наносила воздушные, артиллерийские и ракетные удары по всей линии фронта. По мнению экспертов, россияне восстанавливают силы и создают условия для новых существенных наступлений в ближайшие недели или месяцы. Олег Жданов, военный эксперт, с нами на прямой связи. Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Согласны ли вы с такими прогнозами Института изучения войны? В принципе, да. Они все правильно изложили в том плане, что Российская Федерация будет восстанавливать силы и для этого понадобится как минимум месяц. Как минимум. Может быть, даже и больше. Почему? Потому что свежих, готовых к боевому применению резервов на сегодняшний день в Российской Федерации нет. Означает вот эта оперативная пауза что? Что будет происходить в это время на фронте? Полное затишье или будут какие-то терроризирующие обстрелы? Или будут, возможно, удары по городам, как Россия делает уже в последнее время? Возможно, возобновление ракетных ударов, как возмещение, снижение интенсивности боевых действий, с одной стороны. С другой стороны, они не могут оставить нас в покое и, скорее всего, будут на отдельных участках предпринимать штурмовые действия, то есть проводить что-то вроде разведки боем. Заодно изучать нашу систему, таким образом изучать нашу систему обороны. Конечно, для России было бы очень выгодно, если бы Беларусь открыла второй фронт. Но, судя по всему, там пока что нет готовности для того, чтобы вступить в эту войну вооруженными силами со стороны Беларуси. Ну и главный вопрос, что будем делать мы в этот же период. У нас тоже необходима перегруппировка войск, тоже необходимо подтягивание резервов. Но у нас появились средства дальнего огневого воздействия. И мы можем наносить огневое поражение в ближайшей глубине обороны противника. Олег, ну также появлялась информация о том, что в Беларуси те, скажем, аэродромы военные, которые ранее были в распоряжении беларусов, теперь россияне находятся там, увеличилось количество военной техники. Опять-таки, это такая информация от очевидцев, она также требует подтверждения. Но мы понимаем, что вот это направление, вы о нем вспомнили, оно потенциально опасное. А. Как проверить? И Б. Каким образом должна готовиться Украина к вот такой информации, к возможной эскалации со стороны Беларуси? Ну, кстати, информация-то действительно подтверждается, что на аэродромах Гомельской и Брестской области появилась опять тактическая авиация Российской Федерации. Да. И они проводят учебно-тренировочные полеты на сегодняшний день, но пока их применение не замечено. И есть там, присутствует ракетная бригада российских войск комплекса «Эскандер». Также Россия развернула в Беларуси комплекс С-400 для того, чтобы усилить противовоздушную оборону. Да, мы не можем не учитывать этот фактор, что вполне возможно, что Россия может применить эту авиацию и ракетные войска для нанесения ударов по нашей территории. Но тут у нас единственное противодействие — это развертывание системы ПВО и системы ПРО, противоракетной обороны. И мы надеемся в ближайшее время получить именно эти комплексы от наших западных партнеров. Для чего именно? Вы сказали, Беларусь — это для какого-то фактора сдерживания фронта со стороны Беларуси? Нет. У нас, да. Мы должны разворачивать именно в противоракетном и в противовоздушном отношении от вот этой российской артиллерии и от российских ракетных войск. Я думаю, что армия Беларуси вряд ли... Ну, я не знаю, какие должны быть сложиться условия для того, чтобы Лукашенко отдал приказ на наступление. Слишком много факторов, играющих против этого или указывающих против этого. Поэтому тут больше, наверное, надо быть осторожным... Ну, за армией Беларуси, само собой, надо наблюдать, что как только начнется формирование ударной группировки, да, мы будем понимать, где она формируется, на каком направлении. А вот за российскими военными тут нужен постоянный контроль, потому что мы понимаем, что авиация, она очень маневренная, и у нее возможности довольно широкие. А ракетные войска имеют дальность до 500 километров пуска ракет по нашей территории. Олег, хотелось бы поговорить с вами о том, что сейчас происходит, пока не наступила вот эта вот обещанная оперативная пауза. Командование десантно-штурмовых войск украинских показало, и мы это видео тоже сейчас можем показать, как украинские военные уничтожили танковую роту российских оккупантов. Артиллерия и инженерно-саперное подразделение десантников вместе ликвидировали 9 российских танков. Вот на видео мы видели пятый, но всего уничтоженных 9 единиц. Ну и в принципе в статистике за вчера от Генерального штаба Украины 35 танков. Что это происходит? Я такого количества одномоментного за день уже давно не помню. На ваш взгляд, что происходит? Ну на мой взгляд происходит то, что Российская Федерация пытается из последних сил сохранить наступательный, или показать, точнее не сохранить, а показать наступательный потенциал. Поэтому они вытягивают из запасников все, что есть. Вот есть у них в резерве там танковая рота или танковый батальон, они его распределяют по направлениям и начинают атаку в едином бронированном, или готовятся к атаке в едином бронированном порядке. Ну а мы, естественно, пытаемся не допустить, потому что бороться с танками довольно тяжело в ближнем бою. А вот так вот уничтожение артиллерии, это как раз дистанционные методы. Вот это, кстати, показывает качество западной артиллерии, что мы с помощью средств разведки и точности ведения огня можем сжечь бронетехнику противника. Вот на видео видно ювелирная работа. Четыре танка уже сожженные, пятый пытается прорваться, но никуда он не прорывается. Вот этот момент. Да, это практически прямое попадание, и такие вещи можно осуществлять только благодаря высокотехнологичное западное вооружение. Также вот от разведки мы слышали такие допущения, что, по крайней мере, в Донецкой области россияне будут пытаться сохранить какую-то ситуативную паузу для того, чтобы, как они говорят, отдохнуть. А мы понимаем, что возобновить свои силы, очевидно, привести еще и личный состав, да, и технику. Но, во-первых, есть ли что вести, и понимаем ли мы, что это может быть? Смотрите, к сожалению, вести есть что, но это не готовые войска, не батальонно-тактические группы, а это личный состав и техника, которая идет с ремонта, и личный состав, который идет с военкоматов. То есть там, ну, может быть, какое-то минимальное они обучение прошли, ну, предполагал, раньше была информация, что где-то до недели они их обучают, а потом на восполнение потерь отправляют сюда. Но это не батальонно-тактические группы. Это намного проще. Они вливаются в те войска, которые есть тут на месте. Наша главная задача сейчас, это то, что я говорю, разгром тылов, потому что отсутствие боеприпасов в тех объемах, в которых они накопили, оно сильно ослабит в ближайшие дни, оно уже скажется на работе войск на переднем крае, и это сильно ослабит вообще возможность введения систематических боевых действий. Они будут зависеть напрямую от подвоза боеприпасов. Вот сегодня опять взрывы в Новой Каховке, мы о них будем детально говорить. Вот эти вот взрывы и на юге, подтверждают ли они возможность контрнаступления украинских войск, или это опять-таки подготовка, уничтожение тыловых запасов? Нет, насчет контрнаступления нет, они не подтверждают, потому что у нас нет пока еще силы для сформирования контрнаступательной группировки. Но мы переводим, вот сейчас мы пытаемся перевести войну немножко в другую плоскость, в дистанционную войну. Мы пытаемся за счет разгрома тылов максимально ослабить передний край противника. И если у нас это получится, то я скажу, что нам на переднем крае станет намного легче воевать. А вот расскажите, пожалуйста, о том, что это означает для россиян, потеря вот этих всех складов с боеприпасами, нефтебаз. Вот в Донецке выгорела нефтебаза. Что теперь означает? Насколько дольше теперь будут заправщики ездить или будут цистернами подвозить к фронту? Что сейчас будет происходить? Ну, это будет происходить то, что происходило в первый период войны, когда они вели активное наступление, когда у них войска растянулись на сотни километров, и они бросали технику только потому, что кончилось топливо. Ну, сейчас, может быть, они технику бросать не будут, хотя неизвестно, какой будет характер боевых действий. Но если кончится топливо, танки в бой не пойдут. Если кончатся боеприпасы, танки в бой не пойдут. Артиллерия России не будет крыть по нашим позициям шквальным огнем, как они это делают постоянно. Вот это самое главное, понимаете? И тогда мы получаем превосходство, огневое превосходство на переднем крае. Наша артиллерия может продолжать вести прицельный огонь по любым позициям российских войск в пределах своей досягаемости. Олег, спасибо вам большое за пояснение детальнее. Олег Жданов, военный эксперт, с нами был на прямой связи. Благодарим вас за ваше время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok